Возродим ваш любимый жанр социальной антропологии. Благо пандемия коронавируса подарила нам много новых персонажей. Итак, поехали. Паникеры считают корону чумой 21 века. Плотно заземлились дома, не подпускают к себе даже кота без защитного костюма. Распускают ужасающие слухи, типа, вчера в рефрижераторе Мираторга вместо стейков видели трупы умерших от короны. От нас скрывают факты, вся Италия уже вымерла, нам показывают людей оттуда в записи. Считают, что нужно ужесточить меры и запретить людям выходить даже из комнаты под прицелом пулемета. В магазинах ходят в скафандрах и бросаются на людей, которые подошли к ним ближе пяти метров, но ударить боятся, чтобы не заразиться. Отрицальщики. До сих пор думают, что корона – это обычная простуда. Нарочито гуляют без защиты, конфликтуя с полицией. Считают, что всем надо заболеть, и тогда будет коллективный иммунитет. Многие из них в детстве получили травмы, когда лизали качели на морозе, совали пальцы в розетку или кричали гопникам «Эй, вы, пидоры!». Конспирологи. Выстраивают стройные теории о том, что карантин и пандемия – это заговор Ротшильдов, Билла Гейтса, нацистов, сионистов, китайцев, американцев, России, псоглавых пришельцев, сатанистов, филателлистов, феминисток, ЛГБТ, инцелов, фанатов Вадима Казаченко и так далее. Нужное подчеркнуть. Полшишечники. Полу верят в корону, полу нет. Соблюдают меры на полшишки. Гуляют, но около дома. Носят очки для плавания и маску, но без перчаток. Или носят перчатки и маску, но маска где-то у подбородка болтается. Шарахаются на улице компанией, но дома могут собрать тусовку человек 20. Флетблогеры. Бывшие тревел-блогеры. Теперь вместо Италии фоткают пасту на своей кухне. Вместо Мальдив снимают полуголые фото в ванной. Вместо окна самолета, летящего в Ниццу, фоткают свои грустные лица около иллюминатора стиральной машины. Ну не терять же миллион подписчиков. Очумелые ручки. Тоже блогеры. Публикуют рецепты, как поднять иммунитет расторопшей и настойкой из жужелицы. Как сделать аппараты ВЛ из подушки и велосипедного насоса. Как сделать медицинскую маску из трусов тещи. Медкупцы. Бомбардируют всех знакомых рассылками. Только сегодня. Можно купить миллион масок в Дубне. Завтра подвезут экспресс-тесты на антитела из Ухани. Дело верняк. Самовывоз из мытищ. Внезапные патриоты. Дауншифтеры, которые давно свалили за бугор, проклиная Россию. А увидев, что родина лучше многих вывозит пандемию. Достали с антресолей паспорт и слезно требуют срочно вывезти их домой и прикрепить КОМС. Супергерои. Люди, которые на самоизоляции каждый день занимаются спортом, читают научпоп, смотрят и слушают онлайн-курсы обо всем на свете. После карантина из их квартиры к нам выйдет Железный Человек или Лара Крофт. Супербухари. Люди, которые планировали делать все, что делают люди из описания ранее, но в итоге просто бухают целыми днями по зуму или с отражением в зеркале. Поджалостные треки Билли Айлиш и третий сезон Глухаря. Суперлухари. Модницы, которые раньше выгуливали вечерние наряды, а теперь удивляют соседей и кота с хомяком разными масками с узорами, стразами и этническими мотивами. Кто вы в этой системе ценностей? Или, может быть, мы что-то забыли? Автор текста Роман Антоновский. Текст читал Роман Волков.